Доброго времени суток В этой главе Дэн пишет о трех вопросах, которые должен задавать себе футболист, находясь на футбольном поле. Абсолютно с ним согласен в этом плане, что вопросы нужно задавать себе всегда. И не важно, как звучат эти вопросы, главное, что они направлены на изучение игровой ситуации на данный момент. Итак, цитата из 10 главы. Что если? Что дальше? Что происходит сзади? Вот три вопроса, которые изменят вашу футбольную жизнь. Всякий раз, когда я тренирую детей в футбольном лагере, я спрашиваю их, какая самая главная часть тела футболиста. Как вы можете догадаться, большинство отвечает. Конечно же, ноги. Вполне возможно, и вы ответили так же. Однако это неверно. Главное для футболиста – глаза. Ваши глаза – лучшее средство получения информации. Они как видеокамера. С их помощью вы способны запечатлеть происходящее. Глаза помогают принимать решения, которые позволяют вам играть быстро и сохранять владение мечом для команды. Но очень много игроков не используют их должным образом. Моя реакция. Трудно не согласиться с мнением автора книги. Для принятия решения – главное глаза и мозг. Для реализации принятого решения – ноги и их ключевая часть – голеностопные суставы и стопы. Еще цитата. Футбольный матч длится 90 минут, и только 2 или 3 минуты из них вы проводите с мячом. Это означает, что оставшиеся 87 минут, около 96% игрового времени, вы проводите без мяча. Умные игроки понимают, что пока они без мяча, им нужно продумать ситуации, когда они с ним наконец встретятся. А проще всего это сделать с помощью глаз. И я не говорю о том, что вы должны видеть, что происходит перед вами. Это и так понятно. Эту часть можно пропустить. Я говорю о том, что вы должны знать, что происходит за вашей спиной, так как именно там обычно таятся опасности и обнаруживаются новые возможности. Моя реакция. Несмотря на то, что голова человека не вращается на 360 градусов, круговая информация должна быть известна футболистам. Не знаете, что у вас за спиной? Поверните быстро корпус, поверните шею, и все будете знать. На это вам потребуется треть секунды. Следующая цитата. Умный игрок всегда спрашивает себя, что если или что дальше? Что если мяч придет ко мне? Что я с ним сделаю дальше? Что если мы потеряем мяч? Что дальше? Что если мы перехватим мяч? Что дальше? И всегда задается вопрос, что у меня за спиной? Средние руки футболист принимает решение после того, как встретится с мячом. Это не очень хорошо. Прежде всего, это лишает вас возможности сыграть в одно касание. Во-вторых, дает сопернику возможность пойти в отбор. И в-третьих, такая медленная игра ослабит ваши атакующие возможности. Умные игроки 90% всех решений принимают перед тем, как к ним придет мяч. Даже если этим решением будет пойти на соперника и обыграть его один в один. Умные игроки, еще не получив мяч, всегда знают, что будут делать. Конец цитаты. Моя реакция. И здесь трудно что-то добавить. Дэн абсолютно прав, говоря о том, что в 90% случаев профессиональный игрок до принятия мяча уже знает, что будет с ним делать. А если он знает, что делать, то, следовательно, уже успел себе задать озвученные здесь вопросы. Очередная цитата. Если в команде окажется игрок, у которого возникнут трудности с этим принципом, вводите его постепенно от тренировки к тренировке. Пусть перед каждой тренировкой он ставит себе цель быть всегда на чеку и смотреть по сторонам. Когда он поймет, насколько проще стало играть, смотреть через плечо войдет у него в привычку. Конец цитаты. Моя реакция. Абсолютно согласен. Подобные вопросы полезно периодически выкрикивать на тренировке. Постоянно напоминаю ребятам о том, что они каждую секунду должны думать и анализировать ситуацию на футбольном поле. У меня все, господа. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.